Во время штурмового предупреждения сотрудниками полиции было выставлено 12 постов для перекрытия движения. Людям, которые оказались в это время на автодороге, помогали на специальных пунктах обогрева. В настоящее время в Полодарской области насчитывается более 150 тепловых пунктов. На территории Полодарской области 15 февраля действовало штурмовое предупреждение. Ночью сильный снег, днем метель. В полдень 15 февраля был развернут оперативный штаб. В целях информирования и оповещения населения провели мы 14 смс-рассылок, 14 информации размещено в приложении Дармен. Дармен – это наше приложение. У них некоторые жители Полодарской области, также у них загружена эта информация на смартфонах. 4 сделали радиоперехвата, 2 телерадиоперехвата, 9 видеообращений сделали с контрольно-пропускных пунктов. Ухудшение погоды повлияло на состояние трассы. Незамедлительно на дороги выехала очистительная техника. Повсеместно работали пункты обогрева. В районе поселка Ленинский было скопление 55 единиц техники. Сотрудниками полиции проводилась работа по развороту и направлению автомашин в город Полодар. Для очистки только этого участка было задействовано 15 единиц техники и 18 человек личного состава. На автодороге Калкоман-Баяново-Муткер-Ульяновский у нас было задействовано 7 единиц техники. На автодороге Нурсултан-Ерментау-Щедирты 8 единиц техники. С трассы республиканского значения от Акмолинской области до поселка Щедирты нами было спасено 3 человека. И 24 человека эвакуированы в пункты обогрева поселка Щедирты и села Туркудук. Специалисты сообщают, что по состоянию на сегодняшний день обстановка стабильная. Тем не менее, работа специальных служб Парачинской автотрассы в количестве 80 единиц техники продолжаются. Кристина Каспироич, РТС Акварад.